Мастер кисти и красок Вадим Сушко – старинный друг Самарского областного художественного музея. Подарил для коллекции семь своих работ. Вспоминает, как 30 лет назад картинная галерея переехала из театра оперы и балета в здании на улице Куйбышева. Перед этим здесь размещался магазин модной одежды, а потом банк. Интерьеры исторического здания художника сильно впечатлили. Это счастье. Это какая-то большая была триумфальная вещь. Потому что здесь можно ходить и любоваться всеми произведениями. И это реализм, и хорошие выставки проходят. Недавно здесь была моя выставка. Первая персональная выставка живого художника была здесь в Мураморном зале. Научный сотрудник музея Татьяна Петрова вспоминает 80-е годы. В те времена директором музея была Анетта Яковлевна Бас. Она долго уговаривала городские власти найти многотысячному фонду уникальных произведений искусства «Новое помещение». 26 декабря 1989 года мечта сбылась. Областной музей поменял прописку, а при вселении произошел курьезный случай. Надо было проводить определенный ремонт и принципиальный, и косметический. Все это было сделано очень быстро. И мы сюда приходили, и тут потихонечку все убирали, разбирали. Я помню вот этот зал, который наполнен рядами стульев. И были сцены, на сцене стоял гипсовый Ленин, поколенные изображения. И помню, как как-то неудачно что-то случилось, и, кавычки, гипсовый Ленин разбили. Говорят, посуда бьется на счастье. Оказалось, бюсты вождей пролетариата тоже. Выставочных залов у музея стало больше, как и посетителей. Взглянуть на коллекцию русского и зарубежного искусства приезжали модный критик Александр Васильев, поэтесса Белла Ахмадулина, кинорежиссер Эльдар Рязанов и многочисленные иностранные делегации. А чтобы эти исторические моменты остались навсегда в памяти, художественный музей выпустил буклет «30 лет на Дворянской». В коллекционном издании это всего 500 экземпляров, собраны многочисленные фотографии и статьи о жизни дома искусства, как его любя называют сотрудники. Я действительно сроднилась с этим зданием, потому что моя юность прошла в этих стенах. Когда-то мы еще студентами бегали сюда на лекции. И я, конечно, никогда не думала, что когда-нибудь возглавлю этот музей. Такое чудо, что как будто бы музей всегда здесь жил, и все здесь пропитано именно духом музея. При новом директоре Али Шахматовой жизнь областного художественного музея закипела с новой силой. В следующем году музей покажет самарцам несколько новых выставок, в том числе и из Третьяковской галереи. Мэри Елчан, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.